Так, значит, немного слов о такой конструкции, которую я использую одной экспансивной конструкцией, вот, и несколько слов еще мысленно сказать про дыхание, про дыхание, нам это впереди очень нужно будет. Вот, ну, что касается вот этого устройства, я его юзаю уже больше года, да, там, чуть-чуть еще и полтора уже будет, да, соответственно, есть определенный опыт использования, да, для чего, как и почему, вот, значит, готов рассказать что-то. Ну, во-первых, что это, что это, ну, можно называть как угодно, да, я не знаю, и кристалл солнца, да, ну, и черепаха, правда, кристалл солнца и черепаха, если вот эти вот горизонтальные углы вырезать, да, причем желательно вырезать шестигранником, тогда это будет вот то, что я сказал. Еще, еще одно название, которое уместно, да, и матка, пожалуйста, да, причем в ее классической форме и не направленный, вот, значит, там кто-то может назвать это зеркало козырева, как угодно, да, все, что угодно, значит, в чем суть, для чего я это дело сделаю. Ну, в общем-то, задач стояло несколько, вот, в общем-то, в той же степени все решены, все задачи решены, да, что-то получилось больше, что-то меньше, но, опять же, нельзя сделать такое универсальное, выполняющее одну задачу и практически противоположную другую одинаково хорошо. Вот, ну, здесь, тем не менее, довольно неплохо получилось, значит, о чем речь, о чем речь, ну, я вам напомню, Шримас к Хагаватам, да, там рекомендуется, в общем-то, нормальному, неглупому мужчине, да, после твое стечение, по наступлению, 50-ти лет, да, то есть после юбилейного года, 49-го, 49-го наступило, да, до 50-й, до 50-й год, юбилейный, да, по его истечению необходимо покинуть мировую суету, суету мира, если ты дебил, не сделаешь туда, до этого, вот, и, собственно, на луне природы, природы, да, шить себе одежду из коры, из коры дерева, да, ну, и, собственно, предатка размышлений, ну, я, как бы, во-первых, не стал ждать 50-ти, во-вторых, как это, если человек может себе позволить сделать это в комфорте, почему бы не сделать это в комфорте, да, во-вторых, шить одежду из коры, тоже, в общем-то, вещь такая, своеобразная, да, я сделал то же самое, но, как бы, немного другим способом, да, ну, в данном случае, вот, вот это устройство, это некий такой, как сказать, да, кристалл, кристалл, внутри, внутри вписан шар, вписан шар, все стороны этого кристалла, в общем-то, касаются этого шара, причем касаются, скажем так, в средней арифметической точке, да, построена высота оттуда, все они сходятся в центр, да, соответственно, с одной стороны он не усечен, не касаются, да, эта сторона в определенной пропорции увеличена, вот, сделана шапка, да, на эту пропорцию, то есть она сходится в центре, в своем, эти стороны, ну, собственно, все, это раз, это форма, да, внутренняя форма, которая дает, в общем-то, с одной стороны вектор движения внутри, с другой стороны максимальную, напряженной, скажем так, силового поля, силовых полей внутри, вот, это, это раз, второе, 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 собственно, в чем, чем достигается эффект коры, ну, эффект коры, для чего он нужен человеку, да, нужно почувствовать свою РА, почувствовать мой арий, да, мою армию, армии, вот, мой арий, для того, чтобы его было проще почувствовать, научиться управлять, да, хотя бы в рамках своего тела, его необходимо ограничить, чтобы он не выходил, или, там, выходил за пределы тела, там, недалеко, либо минимальным образом, вот, соответственно, да, как бы, простейший такой вариант, это сшить одежду из коры, ну, и, вариант более универсальный, более технически грамотный, вот, этот, вариант вот этот, да, потому что, в общем-то, стенки, стенки состоят из, технологически здесь выполнены из блестера, сколько там, слоев 84, по-моему, да, вот, значит, при этом понятно, что каждый слой еще содержит, сам, состоит из трех, да, ну, это основа, основа, это, с одной стороны, лак, с другой стороны, это печать, причем, печать базовая, и еще печать сверху, да, то есть, это, фактически, там, больше трех слоев, там, три с половиной, да, потому что печать тоже работает, работает тоже неплохо, значит, и, ну, фактически, у нас получается, если в слоях, то это, вот, смотри, там, порядка 250 слоев, вот, это по самым таким скромным подсчетам, вот, все это работает именно таким образом, на возврат, на возврат тех бублов, которые, собираются, там, образуются внутри, да, привнесены внутрь, да, когда человек там находится, вот, соответственно, ты в этом смысле ограничен, ты чувствуешь свою энергию гораздо, гораздо сильнее, раз, да, во-вторых, ты просто чувствуешь энергетику, да, ну, вот, что касается, там, да, моего первого опыта, да, когда все было готово, я попал внутрь, да, ну, это такое ощущение, да, я, собственно, как ощутил то, то, чего я ожидал, да, это вот эта вот такая внутренняя теплота, вот, причем, да, я и супруге предложил, и сыну позже, да, ну, как бы, вот, они ограничились таким заявлением, что там внутри душно, ну, как душно, вот, вот она проветренная, да, все, свежий воздух, да, только туда садишься, закрываешь, да, дверь, и сразу душно, ну, это же не душно, ты, 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 когда объясняешь, это не душно, нет, это душно, ну, хорошо, ради бога, душно, вот, ну, как бы, больше у них не было желания, ну, не было и не было, у моей супруги вообще возникло, там, в течение полуминуты ощущения пребывания на море, вот, ну, в связи с тем, что она любит только море, вот, у нее это вызвало с одной стороны положительное чувство, с другой стороны, там, ностальгия, желание попасть на море, да, то есть, как бы, чувствов таких, отрицательно индутирующая была больше, вот, соответственно, она больше не хочет, ну, не хочет, ради бога, да, что касается ощущений душно, да, действительно, первое ощущение, это вот такая, такая внутренняя теплота, внутренняя теплота, вплоть до слегка, да, условно, да, там, у душевого состояния, в чем сразу, да, внутренняя атмосфера и температура никак не влияет, более того, температура там внутри точно такая же, как и снаружи, вот, но ощущение теплоты, как бы, заметно, заметно выше. Ну, сделана вещь следующим образом, вверху такой копол открывающийся, да, убирающийся, это сделано по двум причинам, да, одна причина, вторая, да, она технологическая, в общем-то, размеры листов были такие, вот, с другой стороны, я делал размер этого всего устройства под свой рост, чтобы находясь внутри, да, там, не на подставке, не присевши, да, просто удобно стоя внутри, моя голова находилась вот в этой верхней части, в таком шлеме, да, от головы, да, там, пара сантиметров с каждой стороны, чтобы было, да, когда ты становишься таким образом, ну, очень сильное воздействие в районе головы энергетической, да, это помогает решать определенные вопросы, вот, когда необходимо, вот, следующее, она убирается, убирается, когда использование этого устройства, следующее, да, оно фактически, там, внутри ничего нет, но оно насыщает вот это пространство комнаты, оно насыщает вот этой вот энергетикой, да, вот этими бублами, которые, собственно, оттуда выходят, и, да, вот, как в комнате, в этой комнате, в моей, после этого, заметно теплее зимой и заметно выше энергетический уровень летом, вот, есть в этом и плюсы и минусы, но, вот, суммарно результирующий эффект, ну, на мой взгляд, очень, 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 ну, как бы, тяжело сказать, что, там, я там стал наложен, если не болею, вот, в какой степени, да, благодаря этому или нет, потому что, в общем-то, я по целому рядом направлений иду одновременно, да, что на что влияет, как, что, чего, ну, в общем-то, тяжело отделить это, в общем-то, если эффекты есть, то он такой, комплексный, вот. Ну, и, соответственно, это, это помогает, помогает концентрации твоей энергии, да, собственно, само пребывание там, это и есть концентрация нераспыления твоего ария, вот, и уже дальше, то, чем ты занимаешься, там, в каком направлении работаешь, да, соответственно, вот, первое дает вот этому целый ряд преимуществ, да, то, что не получается сделать, понятно, что это не, не, вот, обязательное условие для чего-то, да, ты можешь что-то сделать, ну, как бы, там, работа с памятью, работа с энергетикой своей, работа там, да, в определенном направлении, да, разгребание, да, уточнение воспоминаний и тому подобное, в общем-то, оно, вполне себе и в другом месте, главный человек, система, вот, это вот, система я, система эго, система разума, ума, да, вся вот эта суперсистема, ей особо, по большому счету, ничего не нужно, да, но есть определенные вещи, которые, там, либо тяжело, либо не получается, без какой-то дополнительной помощи, вот этот, вот, вот эти вот те, тогда, несколько копеек, может быть, даже и рублей, да, которые помогают решить то, что не получается, вот, в другой ситуации, вот, так что, в этом смысле, вещь очень интересная, да, ну, еще очень интересная вещь, конечно, концентрация внутри звуков, да, она, она более, многие, многие звуки слышатся по-другому, да, ну, и вот, решить вопрос, откуда, откуда ветер дует, да, как, что получается, в общем-то, в конце концов, помогло именно это устройство, нахождение внутри, о чем идет речь, о чем идет речь, ну, есть у нас в стране, да, я уж не знаю, там, сколько в нашей стране, такие хорошие ребята, или везде, да, и есть такая система ГОЧС, гражданская оборудована и чрезвычайные ситуации, да, система оповещения ГОЧС, значит, я вам напомню, в чем она заключается, да, стоят громкоговорители, оповещатели, если там включается сирена, ну, в зависимости от того, что туда подаешь, какой сигнал, а приходит туда НЧ-сигнал, низкочастотный, да, звуковой, по паре медной, как правило, да, вот, то, что до сих пор работает и то, что должно быть обеспечено операторами связи, в кое обязанности это входит, да, естественно, все это дело под патронажем ГБИА, и не просто так, и ГОЧС здесь на, мягко говоря, далеко не на первом месте, на первом месте следующая ситуация, значит, оттуда, оттуда вещается определенный сигнал, да, в определенное время, значит, сигнал порядка 12 Гц, да, ну, по крайней мере, его составляющая, причем это диапазон от 8 до 12, там несколько составляющих, основной, основная составляющая это 12-25, что-то около того, вот, и в связи с тем, что чешеткое ухо напрямую это не слышит, да, мы слышим, ну, определенные, еще раз говорю, результирующие, да, определенные гармоники, гибридные гармоники, да, то есть это соединение одних гармоник с другими, да, их производные, вот, мы слышим это, причем, как бы, слышим, на уровне не ума, да, там, разума, подсознания, потому что, собственно, вообще наше ухо воспринимает очень большой диапазон, да, а вот то, что воспринимает ум, да, это вот, как бы, диапазон довольно ограниченный, а на самом деле то, что и разум, и то, что можно назвать оно, да, или там подсознание, еще там какие-то части, да, они воспринимают, в общем-то, в том числе и другие диапазоны, или, может быть, только другие диапазоны, в том числе и высокочастотные, да, на очень высоких частотах. Так вот, смысл какой, что происходит, да, какова физика процесса? Значит, ну вот, у нас вечером уходит солнце, уходит солнце, вот этот вот ебинт с его обупенной энергетикой, он уже фонит все меньше и меньше, да, по мере того, как солнце уходит в сторону горизонта, я вам напомню, горизонт, буквально, значение, солнце движется по северу, да, по северной линии, вот, значит, когда солнце перемещается на север, чем дальше оно перемещается, тем больше фон от земли, он и до этого был фон от земли, но этот фон был, в общем-то, с большим содержанием, результирующий от солнца, да, вот, ну, я вам рассказывал, герц, да, герц земля, свет, да, когда на землю падает свет, земля фонит, вот, причем, чем больше света типа солнечного, тем ближе к звуковому диапазону, тем меньше его, тем больше света, точнее, часть этого света, большую часть света составляет свет божественный, базовый, центральный, да, и, собственно, вот, с продвижением, с уходом солнца, да, и отдалением его от той поверхности, где мы сейчас, где мы сейчас находимся, и, где человек находится, да, происходит, фактически, увеличение уровня фона, в результате взаимодействия земли и божественного центрального цвета, да, вот, я касался, я еще раз, как бы, может быть, расскажу, вот, ну, не важно, смысл не в этом, смысл в том, что, в общем-то, эта информация, она доступна, она, в общем-то, проходит в головы людей, да, в основном, она проходит через уши, вот, понятно, еще раз говорю, это не ум читает, это, это, это читает разум, да, даже там подсознание, но называйте как угодно, вот, и что получается? Получается, что, вот, пока, пока солнце не стало диаметрально в противоположную сторону, да, где, в результате чего фон от солнца снова становится довольно высоким, вот этот вот период, вот этой половины ночи, первой половины ночи, он довольно, в этом смысле, информативен, и мы устроены таким образом, что мы эту информацию, да, в момент, когда мы спим, мы ее у себя записываем, записываем в голове, грубо говоря, да, там, как бы, забиваем файлы, что происходит, то есть, получается, у нас есть какая-то нарезка матричная, да, вот, в этом варианте 8-12 Гц, вот, и внутри этой нарезки идет информация, да, и она, она записывается, запоминается, причем там несколько уровней этой информации, вот, частотки, частотки с уровнем роста человека, его способность читать более высокие частоты, она, как бы, появляется, да, вот эта способность читать все выше и выше частоты, вот, ну, и, соответственно, у нас, получается, в период, да, если человек заснул нормально, да, а нормально заснуть это при, собственно, заходе солнца, да, ну, вот он, если, там, условно, нормально заснул, 9, ну, пускай, там, 10 часов вечера, он уже лежит, спит, вот, до, примерно до часу, до часу, вот, вся эта информация, она набивается, да, она там и ходит по кругу, там еще что-то, 5-10, ну, вот, давайте так упрощенно, да, вот эта информация набивается в мозг через уши, вот, причем у нее довольно такой некислый фон, вот, вот, ну, это вот, если так воспроизвести, что я слышу, это вот такой звук, такой, вот, значит, что, что делают хорошие ребята, вот, под начальством ГБЯ и тому подобное, да, они, в общем-то, ну, вот, в обычные дни, в обычные периоды, это, где-то раз в 5 дней, раз в 5 дней, происходит следующее, вот эти вот источники, грубо говоря, динамики, они, в общем-то, качают вот эту матрицу, но они ее качают пустую, да, то есть они вот чисто вот эту вот матрицу, вот эти вот там около 12 Гц, они прокачивают, вот, что происходит, что происходит, то есть вот до, до часа, до часа ночи, да, человеческий разум набрал какую-то информацию, причем там получается так, что, да, однодневной информации недостаточно, это нужно несколько дней, вот, то есть, как бы, несколько дней, что получился худо-бедный какой-то кластер, да, а это, видимо, недельный кластер, вот, из которого можно взять и сделать вывод какой-то там логический, да, то есть построить какую-то информативную вещь, да, для себя, вот, в том уровне жизни, в том уровне развития, в котором ты находишься, вот, что делается вот этими вот динамиками, динамиками ГВЧС, в среднем, да, вот, в обычное время раз в пять дней, раз в пять дней, после часа тридцати, после часа тридцати, примерно до часов четырех утра, да, вот, поступает вот этот сигнал, причем его на улице, ну, на открытом пространстве ушами, умом, да, ушами и умом воспринять, ну, практически невозможно, вот, это вот нужно в таком, скажем так, состоянии самадхи, худо-бедно, да, ты еще слышишь, да, и направление, слава Богу, можно, это самое лучшее, ведь, собственно, да, что я сделал, вот, у нас, у меня практически напрямую, да, да, напрямую, где-то в четырехстах метрах на двенадцатой этажке стоят эти источники, вот, и там несколько, ну, в одной точке несколько в разные направления, да, и, соответственно, они, вот, качают эту шляпу нам в уши, да, задача какая, что происходит? Происходит следующее, что ты набрал что-то, набрал что-то, да, вот у тебя нет еще вот этой вот законченного цикла семитневного, и тебе внутри этого цикла подсунули пустышку, да, то есть тебе подсунули матрицу, а внутри информации нет, и у тебя, в общем-то, да, там, там, пять из семи частей, точнее, как, ну, да, семь, одна, там, иногда на две появляется, ну, да, получается, что какая-то часть, да, какая-то часть из этих семи отсутствует, да, и ты, соответственно, у тебя нет цельной информации, и ты каждый раз не получаешь результат, причем, что интересно, вот, в период, когда был локдаун, когда был локдаун, практически сразу, там, через, там, два дня после его объявления, да, практически сразу пошла такая фишка, что вот эта вот шляпа стала работать каждый день, не раз пять дней, а каждый день, каждую ночь, каждую ночь, каждую ночь, да, включался вот эта вот фигня, примерно с полутора до примерно четырех, почему примерно, потому что там, судя по всему, включение мощности идет плавное, да, и вот засечь, когда именно включение, просто, там, грубо говоря, вот сейчас ты еще это дело не слышал, да, снаружи, ты слышал землю, да, и вдруг ты начинаешь слышать вот этот вот фон, да, ну, вот это, 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 причем, как бы, там, каждый раз по-разному, да, то есть, там, обращаешь внимание, вопрос обращения внимания, а приезжает, оно, как бы, возрастает медленно, и бывает также, соответственно, сказать, что там 4, там, 4.30, тут тоже особо нельзя, ну, меня это сильно не беспокоило, там, в принципе, да, я знаю источник, я знаю, что происходит, я знаю, как это делать, соответственно, знаю это, что я делал, в первую очередь, в первую очередь, это, это самый фон, фон тоже должен быть низкочастотный, вот, фон я делал себе, я уже порядка не менее, я не знаю, там, 8 или, да, если не больше, я сплю с вентилятором, причем вопрос не в том, что там что-то должно быть, вопрос именно в этом звуке, там, у вентилятора, худо-бедно, нормально работающего, у него целый набор низкочастотных звуков, да, и вот этот вот набор низкочастотных звуков очень хорошо, очень хорошо режет вот эту матрицу, вот эту матрицу, которая приходит от этих самых, от излучателей ГУЧС, очень хорошо режет, вот, более того, да, я, там, через несколько лет, через два, через три года, я, там, рассказывал, я вообще перестал спать, да, или, там, больше года я практически не спал, там, если, там, за три дня, там, вырубало, минус на 10, это максимум, да, то есть, вот, пребывание в этом состоянии, да, позволяло и позволяет, в общем-то, не стирать или, там, как бы, терять частично под вот этим воздействием излучателей ГУЧС, эту информацию, вот, там, потом я спал, ну, как бы, я, я высыпался, фактически, да, я, и сейчас довольно часто, я с 9 до, там, часа, пол второго, да, то есть, как бы, я, хоп, и я уже, в общем-то, да, и то, что там происходит, у меня уже фиолетово, у меня, как бы, мозг занят другим, да, ну, в общем, понятно, да, что есть куча сил, которые, в общем-то, да, делают все для того, чтобы человек оставался в этом, в животном состоянии, соответственно, в рабском состоянии и тому подобное, вот, причем, что интересно, у, я так понимаю, корни у этой системы, они, в общем-то, такие, как сказать, природные, да, то есть, я, 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 я полагаю, что вытекло это из следующего, грубо говоря, да, там, и далекая деревня, туда прокладывается радио, да, по проводам бежит сигнал, и вот, когда сигнала нет, на эти провода наводится то, то, что вещает земля, ну, естественно, там нет ВЧ, там нет ВЧ, и при определенных, этих самых, как это, усиливается сигнал, соответственно, усиливается вот эта матрица, матрица, и вот этот, вот, как это, в песне, да, зашумели провода, и это в радио слышно, да, вот, этот самый, каждому в дом, да, и вы помните, что, в общем-то, это, еще раз говорю, это было обязательно, да, и эту систему поддерживать было обязательно, и до сих пор, в общем-то, вот, или там даже на первом этапе, когда это был один центральный динамик, на всю деревню, вот, он тоже работал в этом смысле, да, он усиливал, вот, вот, то, что мог усиливать, а мог он усиливать, вот это, вот, как раз, вот это НЧ, вот эту пустую матрицу, которая, собственно, да, и выбивала, и выбивала вот эту информацию, вот, ну, и, естественно, да, там люди, знающие, понимающие, да, с информацией из прошлого, они, в общем-то, тоже, как бы, в курсе, как и что контролировать толпу и тому подобное, значит, да, и вот, собственно, вот именно внутри этого устройства, вот эта набивка, набивка, набивка внутри вот этой матрицы, она, по крайней мере, мне, да, стала очень хорошо слышна, да, то есть я ощутил разницу между тем, что я слышал природное, и тем, что, да, там, подсовывается пустышка, в тот период, что я сказал, со стороны звучателя ГУЧС, так что вот такая шляпа, вот, ну, здесь хочется поговорить о другом, что я хочу поговорить о дыхании, о дыхании, ну, ди-ха-ни-е, да, да, понятно, да, что это два движения в том, что я уже рассказывал, да, что, по большому счету, вот, человеку как таковому, человеку-богу не нужно, не то, что не есть, не обязательно, да, не обязательно даже дышать, более того, вот, из своих воспоминаний, там, там, из одной жизни, насколько я помню, тоже, видимо, видимо, что до уровня витязь, да, вид я и зе, да, то есть я овладел двумя движениями, вращения и прямого движения, прямого-образного, вот, значит, в этом состоянии, да, был какой-то поиск наставников, и вот я встретился там с человеком, он был дома, и я ему говорю, вот, там, да, дальше нужно как-то вот развиваться, и вот он такой, держит курицу, все, у него, лукошки, собирает яйца, там, несколько яиц, держит курицу, проверяет курицу, у него яйцо, когда оно будет нести, и он мне отвечает, говорит, да, чудо, чудо, чудо с вами разговаривает, вы же все погрязли в этом самом, в удовольствиях, да, стремитесь получить удовольствие, ты, как бы, говорит, осознай это, сделай что-то другое, и, собственно, проблем не будет, я ему, какое удовольствие, я тут, ты, ёханый бабай, он говорит, ну, какое первое удовольствие, которое там получает человек, да, постоянно, да, ежесекундно, а не дай бог он его не получает, все, он, как бы, в лучшем случае, переходит в другое осо, да, здесь теряя это знание, свое сознание, да, а в лучшем случае, он вообще, да, отказывается от этого царства, целиком от этого тела, да, и, как бы, там, переходит в другое осуществующее, что, 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 что за такая, вот, что, о чем вы, какое удовольствие, да, ну, первое удовольствие, дыхание, дыхание это первое удовольствие которое развращает Бог ну вот такой разговор такой своеобразный да действительно в общем-то как таковое дыхание человеку в общем-то не обязательно вот причем я смог это ну если там не прямо то косвенно и частично испробовать на своем опыте нынешнем сегодняшнем да значит были попытки останавливать дыхание в общем-то результаты были разные вот ну такой результат значит один из вариантов ну вот ты там лежа спал или спишь или собираешься или как бы проснулся вот попытки остановить дыхание да ну то есть там не важно как я просто вот не саму технологию да технология какая угодно вот то есть попытки могут быть разными да вот там одно что у меня получалось это дыхание там в одном варианте остановить фактически не удается но удается его сделать вот следующим так да но при этом при этом настолько низкий и малый оборот воздуха что вот то что ты вдыхаешь и тут же выдыхаешь это фактически у тебя все стоит в горле да то есть дыхание как таковое осталось как таковое осталось то есть сферологической точки зрения вот это вот обманка подсунута организму мозгу вот но с точки зрения газообмена газообмен практически отсутствует он нулевой и вот там я сдуру первый раз в такое состояние впал и продержался где-то минут минут 10 минут 10 когда я вышел в общем-то ну такая головная боль явно от отсутствия кислорода да ну не сильно но такая неприятная часть мозга видимо погибла или по крайней мере себя некорректно чувствовала и соответственно продержалась несколько часов неприятные ощущения но проблема в другом что потом в следующий раз когда ты хочешь до сих пор хочешь отказаться от дыхания на длительный срок тебе мозг кричит как опять что да нет ну ты что и вот его еще плюс к этому да и его уговорить да или там преодолеть его сопротивление вот который помнит вот тот первый да случай вот ну в дальнейшем я останавливал там на меньшее количество времени там 6-7-8 минут да не больше вот это речь идет о восстановке газоадмина вот ну очень интересное ощущение вот ты когда там минут минут 10 да ты борешься борешься с тобой да потом в общем-то как правило себя получается то в общем это такое очень интересное состояние состояние такой энергетической насыщенности да ты весь очень теплый ты ну это вот энергетика ты чувствуешь энергетику всего тела причем да если ты начнешь обращаться не всегда получается потому что в общем-то да основной контроль идет за контролем дыхания вот если ты обращаешься к каким-то частям тела то ты в общем-то да ты фактически чувствуешь движение энергетики вот это вот один другой вариант в принципе да остановка дыхания остановка дыхания практически полная да с таким очень медленным вдохом очень медленным выдохом но это как бы но это несколько минут несколько минут но дыхание все равно есть более того оно с газообменом оно с газообменом вот значит что еще хочется сказать что с опытом ты быстрее входишь в это состояние и ты чувствуешь что у тебя в общем-то как это меняется внутри меняется энергетика внутри меняется энергетический обмен видимо это то что я тоже неоднократно рассказывал да то есть количество реакций ядерных участвующих в поддержании энергетики тела оно в общем-то расширяет не только там кислород там в эти самые в сторону углекислого газа да но и в сторону превращения в сторону азота да туда-сюда обратно вот эти вот все процессы они собственно они меняются они меняются да вещь идет далеко не только окисление углерода либо там еще чего-то то есть не только окисление это действительно довольно широкий спектр ядерных реакций ну и как бы относительно недавно был такой подарок был такой подарок это то что вот читаешь в Шима там когда человек останавливает свое дыхание следующим образом да он делает длительный вдох длительный выдох максимальная длительность сколько там то ли 14 то ли 16 дней да соответственно один вдох там около месяца ну в смысле цикл вдох выдох составляет около месяца и вот мне повезло да это это видимо был подарок вот в один дыхательный момент в общем-то дыхание остановилось дыхание остановилось суммарно это было ну где-то ну не меньше трех-четырех минут может быть больше в общем-то я ориентируюсь время да у меня не вентилятор да несколько вентиляторов уже вышло из строя да точнее как они сильно разболтались и сильно шумят да ну в общем-то я в основном использую кондиционер да вентилятор кондиционера у него тоже уже есть какая-то выработка которая эпидемиологически да в среднем раз там в минуту ну там около минуты да она в общем-то проявляется я собственно да для меня это метроном я таким образом контролирую примерно количество минут того что происходит вот и по самым сомным подсчетам это 3-4 минуты да причем что было это вот фактически это остановка дыхания но с энергетической точки зрения ты ощущаешь что ты вдыхаешь ты вдыхаешь медленно да ты вдыхаешь ты вдыхаешь какую-то энергетику ну вот просто ВБ да то есть минута две минута две ты начинаешь выдыхать причем тоже еще раз говорю дыхания как такого нет вообще никакого да физические движения нет никакого но есть ощущение что ты выдыхаешь да почему-то длительное ощущение что выдыхаешь что делать что ты какой-то энергетикой да и вот ну это ВБ да то есть просто ощутить ощутить это состояние да узнать а вот базовое базовое состояние Аллы да ну конечно в общем-то очень интересно и понятно к чему стремиться да и что является показателем всего этого ну собственно вообще вот нахождение в состоянии в состоянии в состоянии самадхи в общем-то один из показателей это довольно часто я не знаю это постоянное да вот такое изменение дыхания да позывы к остановке причем не только позывы ну и собственно да его задержание причем задержание на такие довольно длительные периоды да это там несколько десятков секунд вот либо же изменение глубины дыхания ну в любом случае да речь идет об уменьшении причем заметном уменьшении газообмена вот очень интересная вещь причем что интересно да ну вот не дай бог да что-то ты сделал не так там я не знаю там замерз переел больше чем обычно чуть-чуть там или еще что-то да вот и да организм начинает реагировать что-то не совсем так организм реагирует и вот в этом состоянии самадхи первая реакция это собственно реакция методом изменения дыхания в общем-то все это дело негативная часть того что там произошло там по сторонней вине по твоей вине оно в общем-то нивелируется довольно быстро это это буквально вот минута минуты все ты 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 снова в таком не только здоровом состоянии но и состоянии ощущения здоровья вот в этом смысле состояние самадхи вещь интересная да опять же там уровня самадхи тоже можно сказать что они там разные более высокая менее высокая я уже рассказывал что работать работать что-либо выполнять состояние самадхи очень тяжело именно потому что как это нет энергетики нет нет энергетики в первую очередь с точки зрения или там по причине мотивации нет мотивации типа ну а зачем это не нужно то что тебе нужно в другом состоянии тебе вот в этом состоянии ну не нужно да вот просто просто ощущение ощущение там себя там своего тела особенно там со стороны да как правило ощущение всего окружения окружающего в спокойном ключе это вот это в этом состоянии является чем-то ценным важным и классным а не что-то другое да и если ты что-то можешь делать в этом состоянии то что-то что уже давно обработано да чтобы быть довольно просто что не требует больших физических усилий да то есть как бы выполнять то в случае чего ты во-первых не потеешь во-вторых движения ума именно ума нужно минимальное да чтобы он не мешал не мешал разуму получать удовольствие от от этого всего да от того что ты здесь и от того что ты живешь и существуешь вот что касается этого устройства да то у меня здесь была набивка была набивка вот я здесь неоднократно спал засыпал и тому подобное вот что касается дыхания да ты засыпаешь внутри все закрыто вот где-то примерно через два часа если у тебя не изменился ну там по каким-то причинам по потому что ты не делал или делал не получилось или не делал и организм не это самое не перешел на другой режим да у тебя в общем-то потребление кислорода осталось на прежнем на обычном уровне да то примерно через два часа здесь в общем-то довольно тяжело находиться в том смысле что да если ты там заснул спал или был в таком полусознательном состоянии да ты в общем-то из него выбираешься в том смысле что да вот некая такая тревога да дыхание что-то не то да ты понимаешь что в общем-то тебе что-то не хватает подыхания не хватает кислорода так причем что интересно несмотря на то что здесь есть какие-то щели еще что-то внутри вентиляции воздуха не происходит то есть он стоит весь внутри более того если направить там у меня в одном месте есть щель порядка 5 мм если направить вентилятор даже в этом случае вентиляции практически не происходит да то есть вот здесь вот вот эти вот бубы энергетические понятно что они не совсем там схватили и держат но они минимизируют вот этот вот возможный обмен воздухом внутри так снаружи вот значит но в случае когда у тебя организм переходит а если ты там вырубился спиш или еще что-то да он переходит как правило у меня в автоматическом режиме вот то есть я ничего до этого не делал он сам принимает решение такое то есть находясь здесь внутри этой энергетики да при взвездном посыле разума да он как правило да переходит в режим меньшего потребления воздуха в другой режим да химических реакций внутри соответственно здесь в этом варианте можно провести довольно долгое время да то есть фактически там и полночь и всю ночь и тому подобное да то есть никаких в этом смысле некомфортных ощущений не хватает да то есть внутренней концентрации кислорода достаточно не на 2 часа а на куда больше то есть в ходе того что ограничений не наступает оно наступает во временное что уже пора там вставать или что-то нужно следующее делать вот ну набивка была там такой в общем-то на вот в этом уровне сантиметров да там 15 до вот этого верха на этом уровне такая площадка клетка клетка площадка внутри ноги да первая еще внутри угла вот ну собиралась это из нескольких частей состояла да ну и фактически на этом можно было спать потому что во первых желательно оказаться там максимальным количеством тела в центре да во вторых площадь да так удобнее потому что вот например спать в нижней части ну как бы да ноги ноги мягко говоря не долго так тоже особо не проведешь ну вот ну не знаю я в общем-то особенно после вот той набивки да я сейчас не использую не использую почему набивка имеется ввиду набивка в том числе энергетическая то есть это древесина древесины относительно много вот и она собственно работает точно так же как вот например работает сейчас это устройство да сейчас это устройство работает тоже как источник наполняющий комнату но это вторично первично да я вот там расположен определенным образом да напротив да и собственно на меня на меня идет вот этот поток да фактически это байда работает как дольмен да ну там как можно назвать это самый буддийский венчик да как угодно да то есть в общем-то это вот это направление энергетики да которое тебе дает дополнительную порцию энергии твоему азию да которую ты можешь использовать вот соответственно когда это все внутри когда древесина является источником дополнительным источником этих гублов в общем-то энергетика заметно выше заметно выше вот но тут тоже в общем-то не все так просто не все так просто иногда если ты проваливаешься я не скажем проваливался такие скажем так очень глубокие сны и вот сочетание ситуации когда сон очень глубокий ты попал в какой-то поток жизни довольно таких непростых вот плюс еще здесь у этого тела заканчивается кислород плюс еще там какие-то видимо дополнительные факторы и ты в общем-то все плохо да а проснуться ты не можешь причем ты не то что ты не можешь проснуться ты там ты понимаешь да что вот ага тебя тянет тебя захватывает там разное бывает особенно последний сон тебя тащат вниз удерживают да ну ты ты как бы не надо надо вставать ты хоп встал вышел да лег в кровать спишь тебя опять тащат да ну ты в общем-то понимаешь что ты оттуда не вышел да ты в общем-то начинаешь это самое как-то пытаться прийти в себя нет ты обратно на том же месте где в общем-то был там только что какое-то время назад и так можно делать бесконечное количество раз да пока ты собственно там не останешься и здесь в общем да это хорошо ну как это хорошо хороший другой стороны это хороший тренинг хороший тренинг всегда пользоваться разумом да то есть ты понимаешь что вот тем телом да который у тебя там да ты им не можешь выйти да ты внутри вот этой вот иллюзии вот чтобы вернуться в эту иллюзию ты должен пошевелить своим настоящим телом настоящим для этой иллюзии да и вот а как им пошевелить если у тебя другое тело если то тело которое ты там считаешь этим оно у тебя и так шевелится оно выходит а потом оказывается все там же вот здесь вот здесь очень хорошо работает танкра да ты в общем-то вот эти вот представления вот там внутри этого сна да у тебя ты включаешь представление что у тебя есть тело у тебя есть тело которое должно там хоть как-то пошевелиться и там сделать определенные там движения чтобы покинуть вот ту зону и ты ты осознаешь где ты находишься осознаешь наличие того тела и вот вот довольно серьезные усилия необходимые усилия воли да чтобы повернуть телом которого у тебя там нет которое здесь и у тебя в конце концов это получается да ты начинаешь двигать этим реальным телом физическим здесь находящимся ты его ощущаешь ты за это хватаешь что все ты полупроснулся ты там делаешь тоже несколько раз было все нормально все классно хоп опять провалился опять уснул опять опять то же самое опять чтобы его это самое почувствовать подхватить это дело опять нужны неимоверные усилия ну в конце концов да в общем-то все всегда кончалось хорошо вот значит ты да на этом деле настаиваешь продолжаешь да все поднимаешь ты все смог все вышел все нормально все выжил да но еще раз говорю с одной стороны это угроза да поэтому я последнее время не практикую подобную фигню вот с другой стороны это колоссальный опыт который еще раз подтверждает то что я рассказывал в клипе да в этом самом видосе вернем энергия ци вернем ее на родину как овладеть как ключ овладения энергии вот то же самое речь об этом же вот только соответственно да с примерами немного наоборот так что я просто кому что ладно там не есть это еще можно понять вот но опять же да если ты работаешь если ты двигаешься если ты нервничаешь если ты среди в общем-то там бесят то тебе нужна именно такая энергетика да мало того что она в тебе отражается чтобы ей противодействовать да ты набираешь ее же она тебе нужна к сожалению да и ты собственно там первый источник наиболее простой и большой по объему это пища да это вот насыщение нижней чакры соответственно чтобы жить в мире нижней чакры нужно чтобы твоя чакра тоже имела эту энергетику вот так что вещь такая да невозможно жить в миру и в общем-то быть над ним только только в стороне максимально можно как-то хоть как-то да в общем-то от этого освободиться и в том числе и по дыханию дыхание это уже следующий уровень когда состояние спас да когда свет дышит светом дыхание кислородом как таковым воздухом его нет да или оно минимизировано на первом этапе вот это тоже в общем-то стороны одной и той же медали вот ну собственно да я об этом да и вот как бы вот вот это устройство оно позволяет да позволяет в общем-то там подружиться со своей энергетикой вот и использовать ее в общем-то научиться использовать в определенных направлениях и тому подобное